Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. В Караганде продолжают сносить незаконные строения. Карагандинцы не хотят идти служить в армию. В канун весенних праздников шахтерской столицы проходят благотворительные обеды для ветеранов Великой Отечественной войны. В Караганде продолжают сносить незаконные строения. Карагандинские власти и управляющие компании Алем СОЗ уже три года не могут прийти к соглашению. Все дело в том, что чиновники отказывают продлевать договор аренды на земельные участки под газетные киоски, которых в шахтерской столице насчитывается 25. Кульминацией этого разбирательства стал снос газетного киоска на 45-м квартале. Этот киосок Алем СОЗ. В центре города он находится уже несколько лет. Вот только стоит торговая точка здесь. По словам чиновников, незаконно. Оказалось, эта земля находилась в аренде, но ее срок истек. В Акимате аренду продлевать не стали и попросили освободить территорию. Как это обычно бывает, владелец точки не согласился. Но суд все решил за него. Исполнить приговор и проконтролировать ликвидацию объекта приехали судебные исполнители и представители отдела земельных отношений. Руслан Акимбаев, представитель Алем СОЗ в полном негодовании. Вы поймите правильно. Если мы никому не мешаем, ничего не нарушаем, то аренда может продолжаться и продолжаться и продолжаться. И люди могут работать и работать и работать. Пока нет запрета ни на профессию, ни на реализацию, допустим, средств массовой информации. И нет какого-либо запрета на работу, например, на улицах по реализации чего бы то ни было. Вот, пожалуйста, там социальные павильоны. Вот эти социальные павильоны, их никто не трогает, потому что они Акимата. И мы все это прекрасно знаем. То есть почему-то продавать, допустим, гнилую картошку, это можно. Это не проблема. Это не портит облигородность. Это вообще не вызывает никаких вопросов. А заниматься, допустим, тем, чем мы занимаемся, теми же газетами, журналами, детским, еще каким-то товаром, это проблема. Я не понимаю. По словам судебных исполнителей, процесс сноса идет на законных основаниях. Продавец самого киоска забаррикадировала дверь и отказалась комментировать происходящее. Пришлось вызывать ЧАЭС, чтобы освободить помещение. Замок есть. Нет, там замок будет. Сейчас я вам даю петлю, доберусь с боку. Да и другие продавцы близлежащих магазинов выразили свое недовольствие. Мы работаем в магазине Бибигурь, и нам как бы этот киоск очень удобный. Мы ходим сюда, берем как бы все, что нам нужно. Здесь и недорого, и нам удобно, например, нам это очень удобно. Снос газетных киосков не самая главная проблема управляющего. Бывший владелец ТОАЛЕМСОС Александр Золотарев требуется Кимбаева 20 миллионов тенге. Сам Акимбаев считает, что никаких денег он не должен Золотареву. Насчет 20 миллионов и долга, я, честно говоря, даже вообще не понимаю, куда эта цифра. По той причине, что изначально у нас с Золотаревым были коммерческие отношения, мы имели вместе общие деловые связи. Человек давал, допустим, какие-то деньги на общий бизнес, точно так же и я их давал. То есть он какие-то деньги, например, брал себе в работу, я их просто возвращал, вот и все. Прокомментировал ситуацию руководитель отдела земельных отношений Ернарда Ребеков. В данном случае указанный киоск расположен на земельном участке, на который истек срок аренды, срок землепользования. Имеется решение суда об освобождении этого земельного участка. Назначено исполнительное производство. Вот, это не касается конкретно этого киоска. Это касается вообще по всем киоскам, которые расположены под центральным улицем. То есть в настоящее время архитектурно-градостроительная ситуация города, она не позволяет размещения на центральных улицах киосков подобного типа. Так или иначе, газетный киосок был снесен и отправлен на склад. Между тем, местные власти и судоисполнители рассказывают, что с начала года в Караганде были ликвидированы 22 торговые точки. Чиновники поясняют, работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных объектов будут проводиться во всех микрорайонах города. В городе уже составили план тех объектов, которые уберут в первую очередь. Тем же, кто работал по договору, демонтировать свои нелегальные объекты необходимо в 7-дневный срок после прекращения договора. А если хозяин торговой точки не сделает это самостоятельно, демонтаж произведут уполномоченные органы. Такая ситуация произошла с киоском Алем Суэс на 45-м квартале. На сегодняшний день в департаменте поступают документы на основании вступивших в законную силу судебных актов о сносе или об обязании снести те или иные незаконные строения, которые находятся на территории города. Борьба местных властей с киосками началась несколько лет назад. Незаконные ларьки не вписываются в общую архитектуру города, уверены чиновники. Поэтому городская администрация намерена усилить работу по ликвидации нелегальных построек. Мирамгусил Кимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский. Привнемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет. Новый продукт – акцидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Казахстан впервые будет официально праздновать День защитника Отечества 7 мая. Накануне этого государственного торжества у Вечного огня в Караганде состоялось открытие слета подростковых военно-патриотических клубов области. Еще при советской власти существовала всесоюзная игра «Зарница». Надо честно сказать, она воспитала немало настоящих патриотов и героев своей страны. Но всегда находится это «но». Довольно длительный период времени на воспитание у молодежи чувства долга перед Родиной просто не находилось времени. Сегодня практически во всех учебных заведениях открываются военно-патриотические клубы. Для этой сложной работы пришлось объединить свои усилия нескольким гражданским департаментам и военным. Координирующими вопросами в организации и работе таких клубов занимается военная прокуратура Центрального округа. В любом случае, данные мероприятия, по нашему глубокому убеждению, они все равно будут благотворно влиять на чувство патриотизма среди молодежи, любви к Родине, любви и уважения к старшим. На торжественном построении дан старт областной игре «Улан». Прошли предварительные игры в районах области. Так что здесь собралась элита военно-патриотических клубов региона. Традиционно такие игры проводятся ежегодно в мае. Сегодняшняя игра посвящена первому празднованию Дня Защитника Отечества в Казахстане как государственному торжеству. Но сегодня наши военно-патриотические клубы стараются тоже быть похожими и брать пример с наших доблестных вооруженных сил. И сегодня своей игрой они покажут, насколько они готовы защищать наше Отечество, как они подготовились к службе в вооруженных силах Республики Казахстан. Есть кого брать пример молодым. На открытие слёда пришли ветераны двух войн – Великой Отечественной и столь памятной Афганской. Медали и ордена на груди у этих воинов отнюдь не за выслугу лет, а не за боевые заслуги, за выполнение своего воинского долга. Если ты будешь иметь в сердце вот это чувство, что ты нужен и будешь выполнять любую должность, любую специальность, на которой ты будешь трудиться, начиная от отмечителей и заканчивая офицером вооруженных сил, значит, ты тогда будешь настоящим патриотом. Не хочется говорить громких слов. Торжественное открытие слёта военно-патриотических клубов не зря происходит у вечного огня, символизирующим незабываемую славу воинов, ставших на защиту независимости своего народа. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Тем временем карагандинцы не хотят идти в армию. С каждым годом юношей, уклоняющихся от воинской службы, меньше не становится. Между тем, злостным уклонистам грозит суровое наказание, говорят в военкомате. Штраф до тысячи месячных расчётных показателей или до пяти лет лишения свободы. Весенний призыв в Казахстане набирает обороты, однако в военкомате бьют тревогу. Число уклонистов от воинской службы растёт. Не хотят служить юношей по разным причинам. Кто-то боится потерять работу, кто-то скрывается от представителей военкомата из-за собственной недисциплинированности. Таким, к тому же, потакают родители, которые в том числе препятствуют работе призывной комиссии. Родители заявляют о том, что сын в командировке или же дома его нет. Получите, пожалуйста, повестку, передайте своему сыну, что он завтра должен явиться в отдел обороны. Они не являются. Мать отказывается, он взрослый, он сам должен получить. И таким образом родители пытаются, чтобы не получить эту повестку. Потому что здесь сразу кто получает, отнесёт ответственность. Но есть и те, для кого отдать долг родине – мечта всей жизни. Вячеслав Калинкин без пяти минут солдат. Сегодня юноша услышал заветные слова – годин. И уже на днях отправится служить в десантные войска. Годин к службе в любых родах войск. Хочу служить. С детства есть такая мечта – служить именно в десантных войсках. Вот, думаю, осуществится, думаю, возьму. Семья, друзья все поддерживают, все хотят. Друзья сами тоже хотят сюда попасть, именно в эти войска. Служить хотят. Так, что все поддерживают. Кто не хочет, хочу пожелать, чтобы захотели. Потому что служить надо. Долг родине отдать нужно. По-любому. Тем более, кто выходит, говорят, что хорошо, все, становятся мужиками. Тем, кто от воинской службы уклоняется, грозит административная и даже уголовная ответственность. Штраф от 200 до 1000 месячных расчетных показателей. Или от двух до пяти лет ограничения свободы. К слову, в этом году будут заведены уголовные дела на пятерых злостных уклонистов. Родители, уважаемые родители, прошу вас, наши сотрудники, которые оповещают, приходят, принимать и оповещать своих сыновей для службы вооруженных сил Республики Казахстан. Я прошу вас приходить, не бояться армии службы вооруженных сил. Является почетным делом каждого мужчины, каждого гражданина. Ирина Камышо, Тульген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. В канун весенних праздников в Караганде проходят благотворительные обеды для ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня мероприятие прошло в отделении социальной помощи на дому Октябрьского района. На обед пригласили 16 участников войны и тружеников тыла. До 9 мая благотворительными акциями планируют охватить более 4,5 тысяч человек. И пока за туманами ведь Бог пойдет, а на ножке надеющим все горело гонет. Щедро накрытые столы и душевная беседа, благотворительный обед – еще один повод собраться вместе ветеранам и труженикам тыла, которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше. Почтили память тех, кто с войны не вернулся, и тех, кто не дожил до наших дней. Делились воспоминаниями о тяжелых военных годах. Провела я на фронте 4-й Украинский фронт 18-й армии. Служила вместе с Брежневым. Он у нас был начальник политотдела. Воевали на малой земле. Ну вот так вот прошла моя молодая жизнь. Но мы очень благодарны тылу. Нас тыл очень поддерживал. Те, что люди работали, мы им очень благодарны. Мы никогда не оставались голодными. Танк шел впереди, валял деревья под себя, а тут была рота там. Они распилили, получалось просеков. Но в одном прекрасном месте, или как сказать, не в прекрасном месте, танк повис на стволе деревьев. И нам пришлось, вся техника пошла вокруг. Мы без техники, без, как говорится, кухни оставиться. Исполнительными органами Караганды совместно с районными советами ветеранов войны и труда в канун празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет проведено 39 благотворительных акций. Охватить планируют более 4,5 тысяч человек. Сегодня любезно поддержала акцию отделения социальной помощи на дому Октябрьского района. Вот проводят такие благотворительные акции, стараются их охватить вниманием, заботой именно в эти дни. Вот таких у нас сегодня на обслуживании, вот участие в Бобеде войны, кружеников тызов, где-то около 500 человек. Мы стараемся всех не забыть, чтобы обязательно их поздравить. Ну и каждому в честь Победы будет выделена единовременная материальная помощь. Как и положено, в канун праздника виновники торжества получили памятные подарки. Но главным для ветеранов всегда остается внимание молодых и память о войне и победе. Ирина Камышова, Баужан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Продолжение темы. Карагандинская областная библиотека имени Гоголя организовала встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Она была посвящена памяти героических защитников свободы и независимости страны, победившей фашизм. Человеческая память отбирает все несущественное и цепко держит долгие годы самое важное, что случается в жизни каждого человека. На долю этих людей пришлись немалые страдания и невзгоды. В свои 18 они узнали смерть близких им товарищей, пережили кровопролитные бои, заглянули за грань бессмертия. Они – наша легенда. Ученики 45-й гимназии посвятили ветеранам литературно-художественную композицию. Хор ветеранов исполнил их песни. Песни военных лет, которые они пронесли через всю страшную войну. Война с фашизмом унесла около 200 миллионов человеческих жизней. Жизни наших предков. Они не зовут к отмщению. Они просят запомнить те страшные годы, чтобы подобное никогда не повторялось. Тогда героизм стал нормой, подвиг – обыденностью. Сегодня мы – носители чаяний тех, кто отдал жизни за сегодняшний день. Это ко многому обязывает. И цветы в руках ветеранов – это дань уважения к павшим, которая передается через них, выживших и победивших. Едут с гроздями цветов все, которые победу получили от отцов. Чтобы вспомнить поименно, памятью их дорожить, надо встать под их знамена и по их заветам жить. Часто ли мы вспоминаем о тех годах, когда наши деды и прадеды умирали, завещая нам счастливую жизнь? Пусть на это ответит каждый самостоятельно. Время пришло. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Центральные дороги снова перекроют. Завтра, 4 мая, в Караганде состоится легкоатлетическая эстафета на призы областной газеты «Индустриальная Караганда». С 9 часов утра до 14.00 будет перекрыто движение автотранспорта по центральным улицам города согласно схеме, которую вы видите у себя на экране. Карагандинский областной департамент юстиции встретил День единства народов Казахстана в кругу представителей различных диаспор нашего региона. В неформальной обстановке этнокультурные центры подружились с сотрудниками департамента. Обычно сотрудники департамента юстиции сами проводят разъяснительную работу среди населения. Они выезжают в высшие учебные заведения, на предприятия, в отдаленные сельские районы. Свою работу они понимают намного шире, чем разъяснение законотворчества. Представители департамента объясняют цели нового политического курса правительства «Стратегия-2050». Решение 20-й сессии народов Казахстана, где был провозглашен лозунг «Один народ, одна страна, одна судьба». В этот раз представители диаспор Караганты практически доказали, что многообразие культур только расширяет познание мира, воспитывает уважительное отношение к людям разных национальностей. Многообразие костюмов, зажигательные танцы, песни внесли незабываемую атмосферу радости и праздника. Кулинары без утайки делились рецептами своей национальной кухни. Тастархан ломился от изобилия блюд. «Сегодня познакомились с жизнью юстиции, юстиция познакомилась с культурой нашего центра и побольше таких встреч для того, чтобы больше друг о друге знать». «Люди объединяются, делятся своими впечатлениями, поют песни, танцуют». Праздник впечатлил всех. Большие дела можно делать только единым порывом, понимая, что с тобой рядом единомышленники. «Впереди у нас большие мероприятия. У нас будет акция «Юстиция консультирует». Она будет проходить три дня. Также мы будем посещать организации. Также будет работать в приемной нашей народной дипократической партии «Нуратан». Будем посещать сонной, то есть ввести до сведения все основные положения нашего послания». Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, 1-й Караганинский. «Юстиция консультирует». Эта акция, инициированная департаментом юстиции Караганинской области, проходит не первый год и дает ощутимые результаты в работе с гражданами по юридическому всеобучу. В этот раз десант областного департамента юстиции начал работу в общественно-приемной караганинского филиала народной дипократической партии «Нур-Отан». Свою миссию сотрудники департамента рассматривают более широко, чем только просветительская и правовая работа с населением. Главное – формирование активного самосознания. «Эта партия у нас построена на основе в совместном с партией «Нур-Отан». Мы будем делить право с ним опыты». Представители нотариата, адвокатуры, юристы на таких встречах дают полные разъяснения по существенным изменениям в законодательстве. Более 50% вопросов, заданных посетителями, находят свое решение прямо во время консультаций. А вопросы бывают самые разные. От оформления наследства до создания нового предпринимательского проекта. Большой интерес вызывает заключение брака через интернет. Даже такое сегодня возможно, правда, при условии, что бракосочетание проводится впервые. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. По Дворце культуры Горняков прошло чествование дебютанта победителя регулярного чемпионата ВХЛ и финалиста Кубка Братиной хоккейного клуба «Сарарка». Чемпионы регулярки подарили большое количество позитивных эмоций всем карагандинским любителям хоккея и с честью представили еще один казахстанский клуб в российском первенстве. Первым на торжественной церемонии взял слово главный болельщик «Сарарки» – хоким Карагандинской области Баужан Абишев, который с самого начала выражал всевозможную поддержку клубу и лично посещал матчи плей-офф. Поздравляю всех болельщиков, всех поклонников, всех карагандинцев с успешным завершением нашей команды, завершением чемпионата ВХЛ. И я хочу выразить слова благодарности руководству высшей хоккейной лиги лице Герман Викторовича Скоробукова. Специально для церемонии еще на день в Караганде задержался управляющий директор ВХЛ Герман Скоробуков. Я привез с собой кубок. Решите от всей высшей хоккейной лиги, от 27 регионов, от всех болельщиков наших клубов, от вас лично, вручим этот кубок вам. Кубок за счет себя! Кубок за счет себя! Кубок за счет себя! Кубок за счет себя! Карагандинский клуб, приятно удививший всех в дебютном сезоне ВХЛ, уходит на заслуженный отпуск. Сезон окончен, победители награждены, а болельщикам остается с улыбкой вспоминать танцы Владимира Ковача, голы Дмитрия Цибина, Семена Кокуева и всех остальных, кто зажигал сирены за воротами соперника. Из оптимизма мы ждать следующего хоккейного сезона. Чемпион страны в Тимиртау вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана, переграв алматинский Кайрат со счетом 2-1. В первом тайме Андрей Фенонченко на весной передаче нашел голову Александра Симчевича, а затем и сам ударом со второго этажа удвоил счет. Во второй половине экс-защитник Шахтера Александр Кислицын сократил разрыв, но на большее алматинцев не хватило. Дальше идут горники. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Итоги недели подведет мой коллега Анвар Шаликенов. Уже завтра в 20.30 смотрите аналитическую программу Орталык. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин